добрый вечер я алексей в эфире специальный выпуск новостей тема выпуска проходящие в москве гайдаровский форум 2021 ситуацию 2020 года можно назвать уникальной несмотря на пандемию нынешний кризис не потребовал структурных реформ а также дал старт для формирования новой модели экономического роста мы быстро справились с кризисом но не было созидательного разрушения заявил ректор анхикс владимир мау выступая модератором на экспертной дискуссии непростой разговор об экономическом росте сессии приняли участие министр финансов рф антон силуанов министр экономического развития рф максим решетников и председатель банка россии эльвира набиулина власти научились справляться с кризисами но в текущей ситуации экономический рост идет медленнее чем это было до 2008 года вместе с тем по словам участников дискуссии важный является вопрос связи между экономическим ростом и благосостоянием граждан глава центробанка эльвира набиулина отметила что денежно-кредитная политика вносит важный вклад в рост благосостояния граждан низкая контролируемая инфляция почему мы за нее так бились ее бенефициарами являются широкие слои населения еще одним заметным вызовом для экономики стало появление экосистем считает эльвира набиулина нам нужно научиться регулировать экосистемы это и защита персональных данных и конкуренция и не дискриминационный доступ сказала глава банка россии теперь смотрим выступление эльвира набиулина и вам понравилось наше видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал от вас зависит ну решительно все и вы собственно я позвольте это сказать все-таки вы здесь совершили если уж у нас и было экономическое чудо вы его совершили инфляция стала контролируемой инфляция стала такой а какой говорит центральный банк это шаг к обеспечению экономического роста или вы нейтрально по отношению к росту вот ваша позиция в этой связи начну с того что целью любой экономической политики конечно благосостояние и не просто низкая инфляция и даже невысокие темпы роста а именно благосостояние на и мне кажется именно в этих терминах и надо говорить и согласно с антон геновичем важно определить какой должен быть какой должен быть экономический рост потому что экономический рост это условия недостаточное но условия для роста благосостояния вот какой должен быть экономический рост чтобы благосостояние постоянно росло чтобы оно не было мимолетным чтобы есть конъюнктурные факторы благосостояние выросла они ушли на благосостояние и что такое благосостояние потому что это не только общие просто доходов это безусловно и распределение этих доходов и не Не только доходов, но и активов, и распределение возможностей для будущего развития. Мне кажется, конечно, это требует осмысления. Денежно-кредитная политика, на мой взгляд, безусловно, вносит вклад в рост благосостояния. Низкая и контролируемая инфляция, почему мы за нее так бились, ее бенефициаром являются широкие слои населения. Кроме того, что она имеет и экономические выгоды для инвестиционного процесса, этого недостаточно низкая инфляция, но, тем не менее, с точки зрения вклада в благосостояние, безусловно, низкая инфляция вносит этот вклад. Как только у нас начинает инфляция расти, мы понимаем, насколько это важно для благосостояния людей. Но попытки с помощью денежно-кредитной политики обеспечивать не только ценовую, финансовую, долгосрочную стабильность, но и обеспечивать высокие темпы экономического роста, здесь большой знак вопроса. И мне кажется, опыт развитых стран это наглядно демонстрирует. Получили ли они те результаты, на которые рассчитывали? Вы сами сказали, что даже при росте, который, кстати, после кризиса глобального, несмотря на чрезвычайно мягкие денежно-кредитные политики, был гораздо меньше по темпам, чем в нулевые годы. При этом при росте доходов, они где-то сопоставимы после глобального кризиса, темпы роста доходов, сопоставимы с тем, что было в нулевые. Но как распределились эти доходы? Потому что если проводится мягкая денежно-кредитная политика не как временная, не как контрциклическая, а как способ поддерживать экономический рост, то мы видим, что эта мягкая денежно-кредитная политика, если не выражается в повышении инфляции, которую все боялись, она выражается в повышении стоимости активов. Идет стоимость активов. Кто бенефицар о повышении стоимости активов? Но явно не широкие слои населения, особенно в странах, где активы также неравномерно распределены. Поэтому неравенство становится ключевым фактором для того, чтобы определять благосостояние. Точно так же, кстати, как с безработицей. Вот мы привыкли говорить, что у нас достаточно низкая безработица. И в других странах. Развитые страны с помощью денежно-кредитной политики мягко поддерживали низкий уровень безработицы. Но посмотрите, какие рабочие места создавались. Они не были, не сопровождалось это создание рабочих мест ростом зарплат, соответственно, ростом продуктивности. Поэтому нам нужны не просто рабочие места, не просто низкая безработица. Нам нужны хорошие рабочие места, высокопродуктивные, которые людям позволяют зарабатывать. И, конечно, здесь денежно-кредитная политика практически бессмысленна. Хотя вы сказали, что много чего зависит. Не косвенно, да, зависит и стоимость кредитов и так далее. Но все-таки это в основном структурная политика. Я не устаю это повторять. В том числе для создания высокопроизводительных рабочих мест, чтобы были стимулы. Это и конкуренция, и инвест-климат, это и образование, это и мобильность рабочей силы, компетенции. И, конечно, это та повестка, которая у нас будет вне зависимости от того, как мы преодолеем кризис. Надеюсь, что эффективно связаны с пандемией, с проблемами здоровья. Но эти вопросы никуда не ушли. И для того, чтобы обеспечить устойчивый рост благосостояния, безусловно, это ключевые элементы. Российский Центральный Банк, он анализирует это точно, у вас отличные аналитические подразделения. Но вот этот сдвиг перспективен для нас, или мы пока остаемся в сфере более традиционной? Но мы остаемся в сфере более традиционной, за что подвергаемся часто критике. И нам с Антоном Германовичем часто советуют проводить нетрадиционную политику. Потому что нетрадиционные денежно-кредитные – это низкие ставки, отрицательные ставки, скупка активов. Но можно назвать нетрадиционную бюджетную политику, когда наращивается долг, бесконечный дефицит. Потому что считается, что его можно бесконечно рефинансировать. Потому что, как говорили в середине 20 века, государство может позволить себе падать финансовую пропасть бесконечно. Поэтому можно рыть эту финансовую пропасть. Но, на мой взгляд, мы к этому относимся осторожно. Все-таки пределы этой политики есть, вот такой нетрадиционной. Они пока, мне так кажется, что страны, которые проводят, они каждый раз тестируют новый рубеж. Вроде ничего не случилось, инфляция не выросла, долги обслуживаются. И делают следующий шаг. И вот такая финансовая политика происходит. Но, на мой взгляд, для России это было бы авантюрой. Это, может быть, будет авантюрой для мира. Потому что никто не знает долгосрочных последствий. Пока никто не знает, чем это закончится. Но, очевидно, одно, что из этой политики очень тяжело выйти. Мы видим, даже страны, которые ставят задачу выйти из нее, практически не могут. Там и фискальное доминирование возникает. Ну, и куча разных проблем. И действительно кажется, что сколько не вливай денег в экономику, не проводи мягкую денежно-кредитную политику, инфляция не растет. Сколько не наращивай долг, он обслуживается. И вот все, на мой взгляд, приживают в этой иллюзии. Почему России, на мой взгляд, это не годится? Ну, во-первых, мы больше подвержены разного рода шокам внешним. У нас нет резервной валюты, о чем мы многократно с Антоном Германовичем повторяем. Но и сама по себе политика, мне кажется, с точки зрения выгод и рисков, рисков больше у такой политики. Какие выгоды? Ну, вот мы уже говорили в первой части, несмотря на эту политику, экономического роста высокого этого политика не обеспечило. Не обеспечило. И скорее произошло действительно раздувание всех финансовых пузырей, и когда-то они должны будут сдуться, еще никто не научился их сдувать каким-то упорядоченным образом. Плюс к этому появляются уже признаки того, что начинает расти инфляция. Вот если после финансового кризиса, когда проводилась мягкая денежно-кредитная политика, не как временная, не как контрциклическая, мы видели, что она не уходит в инфляцию, уходит в стоимость финансовых активов, кредиты практически почти не росли, очень росли слабо, конечный спрос тоже рос слабо, денежная масса не очень росла в связи с этим всем. Но после пандемии мы видим уже признаки того, что инфляция ускоряется, и многие эксперты про это заговорили. И нам нужно будет смотреть, что будет происходить. Но я хотела бы, может быть, затронуть вопрос не только про лимиты или пределы нетрадиционной денежно-кредитной бюджетной политики, но и традиционной. Потому что здесь, когда мы говорим об эффективности политики, нужно различать политику контрциклическую, которая направлена на сглаживание колебаний, и политику, направленную на рост потенциала. Вот денежно-кредитная и бюджетная политика может повлиять на вот эти контрциклические вещи. А на потенциал не может повлиять. На потенциал влияет, опять-таки, значительная часть бюджетная политика, определяя в том числе уровень бюджетного вмешательства и соотношения с частным сектором, приоритеты бюджета. Но, конечно, структурная политика без нее никуда. Но мы всегда должны иметь возможность проводить контрциклическую политику. Чем была интересна эта пандемия? Мы, как Центральный банк, впервые, по сути, проводили контрциклическую политику. Мы не повышали ставки, снижали ставки. Минфин тоже смог потратить большие ресурсы, накопленные. Это пространство для проведения контрциклической политики. Если мы его исчерпали, мы его, кстати, не все исчерпали, у нас есть возможность и реагировать, если ситуация будет ухудшаться. Но мы его должны восстанавливать. Об этом думать не сразу, может быть, как переход в возвращение бюджетного правила, так и нейтральная денежно-кредитная политика, но постепенно восстанавливать, потому что кризисы, к сожалению, случаются, непредвиденные вещи случаются, и всегда нужно иметь пространство. Для маневра нельзя быть загнанным в угол, когда у вас нет никаких ресурсов, ни пространства.